Видите, что это? Видите, что это? В этом мире, в нашем священном Песнях, являются живыми, чрезвыми, сверхными словами, которые есть тело, а то что, в глаза. И это тело, сверху, оно же более, наполнено длиннее вечно. Видите, счастье и дам Бог нам всем принадлежать святой православной Церкви. Для нас заботиться об этом интересном здании каждому, кто является телевизором, заботившись о нашей человеческой, положила нам определенный чин и порядок нашего бытия на земле, бытия Вечного, который является мечтыми двери, предначателем бытия Вечного. Этот чин и порядок церковный Духом Святым, чрезвотником Божием, святых людей, деятелей церковных, в первую очередь апостолов, устроившим этот видимо в церкви на земле, в различные личные богослужения, уставок жития христианства, знам из небесного Божьего Царства за ним покоподражать, и закон положить для исполнения и соблюдения счастья. Так что пророченные предостережения, что просто всякие творящие делу обе стережения, относятся к первым предназначенным шагам, порученным творить, соблюдать и учить счастьями исполнять дела Божьи. И в первую очередь суд Божий начинается с Дом Божьего. А Дом Божьего из Церкви Его святая и непороченная куда мы приехали призваны войти и ходим через посредство Духа Святого получаемого нами Таинства в Церкове для первейшего которого из которой появляется Таинство Крещения. Но есть в Церкви еще другое Таинство которое называют Таин Крещением. Это Таинство поколения. Таинство и заключается в том, что если за 24 часа в сутки приносить Богу покаяние учит нас преподор и покаяние не бывает слишком среди зернов. Сколько вы сильно чувствовали различные внешние интересные упражнения непосредственно но все равно недостаточно чтобы вознести пред Богом наши вести и преступления. Наши беззакони и правды. И об этом прекрасно знает Господь. Кто уже говорит, тот знает все. И вот понимая наши немощи Он будучи сам человеком таким же как мы во всем кроме греха дает нам прощение если мы каемся и просим прощения у Него и у всех Святой Троицы и у всех Архангелов Андрея и у Богородицы и всех святых которых мы с вами оставляем своими грехами ведомыми и неведомыми грехами словом и мыслями и особенно действием мы знаем прекрасно что Господь наши мысли и грехи очень быстро прощают и они остаются не воплощенными даже не раскрыты и потому наказание за грехи выстрелы бывает весьма и весьма прошлое и покаяние об этих грехах приносить так и просто стоя пред Богом и просить о Него прощения Господь прости меня грех но если человек дает волю своим мыслям и привлекает для этого слово а человечество славеское то грех усиливается понятно что славеский грех может повредить не только самого произносящего Бога славеса но и слушающего поэтому грех судится строже ответственность за Него больше ну и слово как мы понимаем человек произносит множество слов и если они остаются словами и человек кается за то что он наговорил то и прощение тоже достаточно легко приобретается кающимся если запустить мысли обречься в слово а потом еще воплотиться в дела то грех приобретает законченную любовь и повреждает уже саму природу человека и повреждает окружающий мир поэтому исправление грехов 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 дел действия значительно наслаждение и требует особого труда и за это бывает и строгое наказание наказание которое уже так и совершается действия и такой человек если сам осознает и кается то делает себя собственным неводом подчиняя свое и душу и тело исправлению содеянным грехом и окружающий нас общество которое имеет определенные законы тоже участвует в исправлении человека согрешающими действиями делами потому как этот процесс греха совершился и он обязательно ходатайствует муху грех ходатайствует муху вот как вы видите грех лучше и легче всего истребить на первоначальном этапе когда он приражается к мыслям мыслям важнее когда он забрется в словах а когда воплотился есть тем качественным приходится работать долго а иногда и целой жизнью есть грехи смертные которые вращаются к кающемуся если он принесет главные достойные покаяния об этом встанку внимательно есть грехи которые должны вот так одну прошедшую простить дню изглаждаются требуются затем подвиг телесного труда и телесного покаяния так так важно не давать развитию грехов в действии дела когда оно подобное человеку начинает воплощаться и висадить в материальную форму форму конечную завершенную но понимаете грехи Господь Иисус Христос в своей крови способен омыть или смыть нас потому что Священное Писание свидетельствует кровь Господа нашего Иисуса Христа омывает нас от всякого греха всяких мыслей словах и действия вот для этого нужно обратиться к Богу нужно и спросить у Него прощения и тут возникают на наших людей обязательные условия которые Сам Христос нас объявил хотите получить прощение прощайте ближним Своим прощайте всех если этого не делать то человек не может вылечить от Бога прощения суть без милости не сотворившему милости такая формула известная нам и она требует чтобы мы так же как хотим чтобы к нам относились к ним и относиться к ближним своим и вот духовная весна великий пост в который мы с Вами сейчас вступаем это время когда самым удобнейшим образом можно унести покаяние и спросить прощения у Бога и у близких с условием как я Вам рассказал требуется упасть всех на нас и верящих обидов которых мы вольно или невольно огорчили не разумно внесли жизни в какой-то разлаг нестроение обиду духовную смуту это все нужно сегодня осознать и попросить прощения но мы люди ограничены и память наша короткая и многих вещей мы не осознаем и не понимаем или неправильно понимаем и толкуем поэтому нужно еще просить Бога чтобы он на массу лет в грехе наши чтобы утончаясь внутренне духовно человек стал постигать истинное происходящее не только вещей но и событий и деяний которые так или иначе на нашем пути встречаются где мы вольно и не больно проявляем себя и не всегда лучше и стараемся но есть еще и особенное состояние прелесть заблуждение когда человек думает что услужит Богу но при этом совершает бред в Евангелии Господь Иисус Христос так и говорит но приедет час и вновь и вновь и вновь будет думать что приносят службу Богу это случается не только у тех людей которые нас преследуют но и мы также очень часто можем под видом благочестия под видом богослужения и Богу угождения тоже совершать неугодные годы такова наша природа помраченная в Европу эти телеграфии говорят об этом что весь мир все люди находятся в состоянии духовной прелести и самый страшный вид прелести это считать себя свободным от прелести поэтому начиная молить и особенно Великопостные подвиг мы должны осознать что не хватает у нас раз достойно отличить добро от зла мы просим чтобы Господь во время поста тогда особенно обращая внимание внутрь души своей открыл бы нам наше заблуждение наше преисчение и тут важнейшим условием считать себя хуже других в преддверии в преддверии поста нам был явлен в Евангелии образ мытаря который стоял в конце края не злее воздействие отчество вверх только ударял грудь в себя повторял боже милость будем решить вот вступаем вместе с вами в великий пост который раз каждого в своей жизни этих разов никак еще много по пальцам можно перечислить жизнь коротка апостол только раз дадут упрощенные воскресенья по количеству соотносится к нашими прожитыми годами и мы новое слово внутреннее благодаря Бога Он дал нам до день до опытаща Великого Поста обращаемся внутри себя осознаем себя грешным понимаем что нам необходимо получить от Бога прощение исполнив вот это главнейшее условие простить своих людей и спросить у них прощение прощение как многие говорят наши отношения все равно просто недостаточно сложности да да нет нет это тоже очень не просто осознавать понимать и это дается во время покаянного поприща носка понимая что согрешил я пред вами и всеми людьми пред Богом в первую очередь но как уже известно Бога мы просим прощения понимаем что грехи наши от него его убьют но забывая больные случая я прошу вас прощения за все что догрешил делом словом подышлением и всеми моими чувствами прошедшие годы жизни моей и настоящее время простите меня грешнего и Бог да простите collect и погиб Прочитаем специальные молитвы с благословением, которые создает Церковь и предлагает нам в начале стихового поста.